Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала «Стамбульская невеста». Не забудьте поставить лайк нашему видео. Бурджу отказалась от свадьбы в последнюю минуту, потому что осознала и знала, что Осман любит ее, но не влюблен, поэтому она колебалась перед свадьбой и пришла позже. В каком-то смысле он перестал обманывать себя. Он также рассказал об этом Осману «Я тебя очень любил, я тебя очень люблю, но я не могу любить тебя за двоих», — сказал он. Что вы называете правильным решением? Грустно, но это правда. Любовь — это не то, что можно заставить. Мать Бурку, Сирена, это прекрасно знает, ведь Гариб ее тоже не любил так, как она того заслуживала и хотела. В этом отношении она может очень понять и поддержать свою дочь. Конечно, напряжение между мальчиками и девочками было неизбежным, и оно произошло. Сирена и Смаханым, будучи матерями, поссорились друг с другом. Хуже всего то, что отношения Эсма и Гарипа, похоже, разваливаются. Тем временем вмешался неожиданный человек, Ипек. Желая вернуть расположение Эсмы Ханым или улучшить себя, он сделал что-то хорошее, дав сорокалетним влюбленным возможность выслушать друг друга. Гарип, впечатленный словами Ипека, пошел в дом Османа, чтобы поговорить с Османом и Эсмой. Это была хорошая речь. Тем временем вся подготовка к первым полетам БРРН-джет завершена. Фарук сказал Фекрету, что гордится им. Это было очень важно для брата, который чувствовал себя угнетенным в тени брата. Разумеется, тем временем бараны не подозревают о приближающейся опасности. Сюрея, с другой стороны, избил и себя, и Фарука из-за своего гнева по поводу работы с компанией ГОЗДИ. Лучшее, что произошло за это время, это рождение детей Тети Сеним и Акифа. Они назвали его Джихан, имя отца Сурея. Это были эмоциональные моменты. Процесс терапии и внутреннего расчета Адема продолжается. Адем, у которого были большие проблемы с доверием и оптимизмом, продолжил свои отношения с баранами, шаг вперед и шаг назад, он уже не чувствовал себя по отношению к ним так плохо, как раньше, но все же не отказался от реализации своего ужасного плана. Упражняться. Благодаря пониманию, которое дала ему терапия, после его разговора с матерью в больнице произошло событие, которое он никогда не мог предсказать. Рейхан покончила жизнь самоубийством, оставив после себя письмо, написанное Адаму. Написав строки, в которых он извергал обиду и гнев, копившиеся у него годами из-за поврежденной психологии, он ушел, оставив сына, который уже изо всех сил пытался улучшить свою жизнь, под бременем, которое он не мог нести. Через три недели Беререн Джет приступил к полетам, все идет хорошо. Однажды вечером семья собралась в гостиной, болтая, ожидая приготовления ужина. Нургуль, дворецкий дома, нервно позвала Фекрета. Во-первых, эти сцены распада Османа были очень трогательными, но я, честно говоря, не мог сильно расстраиваться, поскольку считал, что это было самое лучшее и для Османа, и для Бурджу. Поскольку Бурку проявила смелость, которую Осман не смог проявить, я пожалел о тех плохих вещах, которые я сказал о Бурку. Это означает, что она была не такой бессознательной девушкой, как я думал, и она также считала, что не заслуживает того, чтобы выйти замуж за мужчину, который сидел за свадебным столом со своей самоуверенностью и говорил «Я люблю тебя», но он был абсолютно прав, когда говорил «Я не могу любить за двоих». Она также приняла очень правильное решение поехать в Америку со своей матерью, но я коснусь этой темы отдельно. В обычных обстоятельствах я поддерживаю Суррию практически по всем вопросам, но хочу отметить, что мне не понравилось то, что Осман придерживался фразы Фарука во время инцидента, который он пережил, и сказал «Вы все еще изливаете на меня гнев, точка». Мы видим, что Фарук все еще злится на него и уйти, не сказав ни слова, это его самое слабое место, но, допустим, речь идет только о ком-то другом, например, был ли Осман брошен за свадебным столом, давайте поговорим об Османе в тот вечер, хорошо. Знаешь, ты очень любил Османа, насколько важным для тебя был Осман. Ты даже не оглянулся на вечер после фразы Фарука. Не все всегда может быть связано с тобой, Суррия. Да и вообще, пузо у тебя в носу, промолчим. Что такого было в том, что Гарип встал из-за свадебного стола и подошел к дочери и спросил, что это значит. Если вы не можете быть рядом со своим ребенком, что бы он ни делал, я советую Гарипу не вмешиваться в эти родительские вопросы. К счастью, после предупреждения Сирены, он пришел в себя и сказал дочери, что будет рядом с ней, когда бы она не понадобилась. Замечательно, что Сирена, которую мы в бессознательном состоянии высмеивали и считали мировым брендом, поддержала дочь, ни разу не раскритиковав ее, почти даже не спросив о причине ситуации, именно такие действия мы хотели видеть на поле. Пусть его знак пойдет с ним, раскроется и образумится. Может быть, он скучает и по отцу, и по своей жизни здесь, кто знает. Осман сейчас занят подготовкой к предстоящей свадьбе. Приглашения, свадебные платья, свадьбы и украшения для дома начинают нервировать Османа. Осман сам приносит его Адаму и приглашает его на свою свадьбу. Гарип проследует дело нового мужа Сирены богача, он рассказал женщине о том, что нашел. Хотя Сирена была замужем всего 13 дней, она поняла истинное лицо этого человека, когда муж попросил ее выступить поручителем в бизнесе, который он собирался основать. Он рассказывает об этом Гарипу, и тот, как адвокат, убеждает мужчину развестись с Сиреной и подписывает протокол. Пока Эсма открывает сундук, в котором дети хранят свои старые вещи, она вспоминает горящую колыбель и грустит. С ним в этот момент также находится Гулистан, и он испытывает угрызение совести за то, что же колыбель. В то же время Эпек вместе со своей матерью на лужайке особняка строит планы, как отстранить Эсму от поста президента ассоциации. Это слишком для Гулистан, и она в слезах признается госпожа Эсме. Когда Адам говорит с Диларой о рождении ребенка, она собирается с духом и идет навестить свекров. Как она и ожидала, ее встречают оскорблениями и обвинениями, но по мере разговора Дилары женщина смягчается. Дилара просит его лечиться. Госпожа Эсма очень рассержена тем, что Эпек несет ответственность за поджог детской кроватки, и что он и его мать планируют свергнуть ее. После ужина, на котором присутствовали все, и на котором всплыли детские воспоминания, госпожа Эсма прощает Гулистан и ее мужа, очень медленно разговаривая с Эпеком. Наступает день свадьбы. Особняк великолепно декорирован. Осман заболевает из-за грязных шуток своих братьев и Акифа о браке. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео, пока!